В Москве у телецентра Останкино равном утром провожали звездный десант. Сегодня проходит ежегодная акция «Первый в армии». Известные телеведущие, артисты, прославные спортсмены едут на юг страны. На этот раз по приглашению министра обороны они посетят 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ и Новороссийскую военно-морскую базу Черноморского флота. Там встретятся с военнослужащими, их семьями, вручат подарки, побывают на новой дизельной подлодке «Новороссийск», поучаствуют в спортивном фестивале и праздничном концерте на набережной. Это еще далеко не все. О том, как готовятся к встрече гостей, в репортаже нашего корреспондента Алены Евтиковой, которая уже находится на месте. Этим мальчишкам холодное оружие доверить можно. Они учащиеся Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Азы джигитки знать обязаны. Но для настоящего казака главное даже не умение разрезать воздух шашкой, а верный друг – конь. 12-летний Елисей, который только поступил в кадетский корпус, товарища себе выбрал. Пришел, поблагодарил, похлопал по плечу, принес хлебушку, сухариков. Сахара никогда лошади можно так не давать, потому что сахар – это плохо для копыт. Больше фруктов, овощей давать им. Это очень полезно и вкусно. Большинство кадетов уже с юных лет решили посвятят себя службе в армии. Для этого на базе кадетского корпуса у них есть все условия. Чтобы так же быстро и результативно провести бой, солдаты сначала до автоматизма отрабатывают действия в учебных классах. Например, эти тренажеры полностью имитируют боевые машины десанта. Симулятор позволяет отрабатывать командное взаимодействие экипажа. Модули синхронизированы, любая ошибка водителя-механика может отразиться на действиях наводчика. Боевые машины стабилизированы, однако трясет здесь прилично. Десантников учат поражать цели в любых условиях. На уровне лба у вас впереди выдвинута, маленько согнута в мокте она, тоже держите в кулаке. На счету капитана Ярослава Пустовита уже три медали за боевые заслуги отличился в спецоперациях. Хвастаться не привык. Командный голос, рота в подчинении и особый подход. Мы большая одна десантная семья. Они понимают, что я для них командир, начальник, они для меня подчиненные. То, что я с ними могу на вы разговаривать, они со мной разговаривают на вы. Они подходят абсолютно с любыми просьбами, проблемами. Я им помогаю. И я могу к ним обратиться. Я знаю, что моя просьба, а не приказ, тоже будет выполнено. Сегодня на этом плацу высадится звездный десант Первого канала. Известные телеведущие и музыканты станут свидетелями открытия нового общежития для военнослужащих. По нынешним нормам солдатам позволено больше, чем раньше. В свободном доступе тренажерный зал, прачечная и даже чайная комната. В вечернее время могут прибыть и попить чай, который сами приготовят. Здесь имеются микроволновые печи, холодильники. Первый канал подготовил подарки на новоселье военнослужащим. Общежитие должно стать для солдат по-домашнему уютным. Десантница Юлия Мартынович могла бы показать в этом класс. На работе строго. Форма, каблук, пустого, служба. Есть служба. А дома Юля дизайнер интерьера, рукодельница, а самое главное мама большого семейства. Мои старшие дочери и еще одноклассницы приходили домой и такие, ну как спрашивают, Вика, а так у тебя дома? Говорят, хорошо. А кто это делал? Говорят, ну моя мама. Говорят, а где твоя мама работает? Она служит. Да ты что? Она такая нежно-романтичная. Говорят, мне никогда не скажут, что она вообще военнослужащая. Признается, военная закалка помогает преодолеть все житейские трудности. Постоянный уход нужен за сыном-инвалидом. Юля уверена, все можно преодолеть. Она, как и офицер Ярослав Пустовит, еще не догадывается, что наш телеканал в рамках акции «Первый в армии» подготовил для них еще десятка военнослужащих подарки, которые они точно оценят. Кроме этого, сегодня в Новороссийске ждут выступления звезд российской эстрады и футбольный матч между сборными «Первого канала» и ВДВ. Военные тоже обещали удивить и показать всю мощь российской армии. Алена Евтикова, Валентин Стуканок, Андрей Бакашев, Олег Крипен и Игорь Федоренко. Первый канал Новороссийск.